Начнем с жарких событий в горсаду. Широко анонсируемая акция протеста в итоге завершилась потасовками. Активисты организации «Свобода», «Национальный корпус» и «Демальянс» под патриотические лозунги начали сносить ограду. И камеры видеонаблюдения, установленные накануне вечером перед входом в летний театр. Не обошлось и без пострадавших. Глава областной полиции Дмитрий Головин попытался утихомерить рьяных митингующих, за что получил ранение в голову. Они петарты, гранаты кидали. Тоди чего меня запитали ваши споробитники, когда я не ученю в жопных против правных действий. То есть я виноват, а вы молодец. Я вас поздравляю. До того, как вы пришли, все было в порядке. Вы пришли и начали окнотки. Зачем вы пришли? Я виноват. Вам галантерник позвонил и за плату не так западали. Ребята, поспела информация, они сзади зашли. Пане Головин, это уровень доверия до украинских правоохоронных органов сегодня. Нет, это уровень доверия, который сегодня особый. Дмитрий Головин на месте сразу же оказали медицинскую помощь, а между активистами и правоохранителями тем временем начались стычки. В ход пошли дымовые шашки, петарды и перцевой газ. Пацаны, давайте сюда. Сняв с петель центральную ограду, активисты направились к Думской площади. Там, разбив стекла входной двери мэрии, они заблокировали вход в муниципалитет, принесенными с горсада воротами. После этого все собравшиеся отправились назад к Летнему театру. Там они анонсировали еще один митинг, теперь уже 21 ноября, возле памятника Дюку. В полиции сообщили о том, что шесть правоохранителей получили ранения. Никто из радикалов при этом к медикам не обращался. По факту потасовок начато уголовное производство по статье «Хулиганство».